Всем привет! Сегодня речь пойдет о обслуживании старого компьютера, который не работает нормально от слова совсем. Также бонусом покажу частичное обслуживание ноутбука Lenovo. В общем, наша задача обслужить старый компьютер сетапа HP, а также устранить зависание на ноутбуке Lenovo и привести их в нормальное рабочее состояние. В течение ролика расскажу вам пару нюансов, которые вам непосредственно пригодятся в вашей деятельности и работе с компьютером. И первый нюанс, если у вас перестало выводиться изображение на монитор. И первое место, в котором я рекомендую искать причину, это VGI или DVI кабель. Попробуйте заменить его. А теперь я немного хочу рассказать об этом системном блоке и о его качестве исполнения. Сам блок очень тяжелый и по сравнению с современными сетапами компьютеров он тяжелее раза в 2-3. Металлические стенки корпуса блока имеют толщину миллиметра 2. Я думаю, что HP предусмотрели ситуацию, если вдруг этот компьютер будет лагать и вы не смогли пробить его ногами. Также здесь очень интересно внутреннее устройство. Кулеры системы охлаждения устроены так, чтобы потоки воздуха проходили целенаправленно именно через него. Имеется две плашки памяти по 512 мегабайт DDR2, что я кстати давно уже не встречал. То есть настолько стар этот системный блок. Ну а теперь давайте хорошенечко очистим его от пыли, а также поменяем термопастон. В нашем случае термопаста Deepcool Z3. Термопасту мы будем менять как под радиатором моста, так и на самом процессоре естественно. Показывать сам процесс не будут, так как это сделано уже не в одном ролике. Ну а теперь давайте посмотрим на состояние операционной системы. И после включения ПК мы обнаруживаем, что здесь все работает вообще как зря. Все лагает, все глючит, зависает. И это совсем не удивительно. Компьютер засорен различными программами, в том числе и вирусными, такие как к примеру Mailagent. Естественно он побит вирусами, а также жизнью. Здесь абсолютно нет никакого смысла чистить его от мусора, поэтому берем и переустанавливаем операционную систему. Кстати не встречал раньше такого интерфейса BIOS. С установкой закончили, можете посмотреть на характеристики данного ПК. Здесь у нас установлен процессор Intel Core 2 Duo 6300 и он считается устаревшим. Ну а теперь устанавливаем все необходимое программное обеспечение и драйвера и на этом заканчиваем нашу работу с этим компьютером. Вопросу о том, кому нужен такой старый компьютер, ответ прост. Да, это не игровой сетап, но есть люди, которые занимаются офисной работой и для этих целей он подходит идеально. Можете заметить, у меня куча пушистых помощников, которые считают, что техника, которую я приношу, это их электронные лежалки. Ну а теперь давайте почистим операционную систему ноутбука Lenovo G780. Этот ноутбук, конечно же, более современен, чем наш предыдущий клиент, но все же тоже нуждается в обслуживании. Внутри чистить мы его не будем, потому что под нагрузкой с ним ничего не происходит. Еще один нюанс, который вам следует знать о подобных ноутбуках, особенно достаточно слабых в своей комплектации, это то, что производитель запихивает в них огромное количество стандартных утилит, которые, несомненно, очень сильно нагружают систему и без того слабых компьютеров. Первым делом удаляем все ненужные программы, выключаем ненужные службы, обновляем антивирусную программу и позже проводим полностью антивирусную проверку. Ссылки на видео по подробной очистке от хлама системы, а также о подробной антивирусной проверке оставлю в описании. Не забываем отключить из автозагрузки все ненужные утилиты, чтобы они не стартовали с ПК. Можете ознакомиться с техническими характеристиками данного ноутбука. Осуществляем еще несколько действий по очистке диска от хлама стандартными средствами Windows. Очищаем временные файлы и выполняем еще парочку действий. Ну и на этом я хочу закончить, надеюсь, что данный ролик будет вам полезен. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего!